Случилось это очень-очень давно, когда не было еще ни самолетов, ни каких-то компьютеров, зато были волшебники и всяческие чудеса. В одном маленьком городке на крайней улочке, в маленьком, но очень уютном домике, жили старенькие дедушка и бабушка. Дом был такой чистый, ухоженный и вкусно пах пирожками. Торички жили дружно, в любви и согласии, но была у них одна большая печаль. Не было у них деток, а жизнь без детей скучна и неинтересна. Одна оставалась радость – любоваться на соседских ребятишек. Любовались старички и вздыхали. Пришла зима, выпал снег. Румяные детвора весело играла в снежки и лепила снеговиков. Старички смотрели, смотрели, да и решили сами себе слепить этакого бутуса-снеговичка. А в это самое время над городом пролетал волшебник, ну, по каким-то своим волшебничьим делам. Длинный его плащ вился на ветру, бился, вился, да и зацепился слегка за печную трубу. Треснул, и от него оторвался маленький такой кусочек. Кусочек закружился среди снежинок и плавно опустился на снеговичка, которого все еще лепили дедушка и бабушка. Ах, вздохнула бабушка. Как бы я хотел вот такую маленькую внученьку. Кусочек волшебного плаща, тут же исполнил ее желание и полетел догонять волшебника. Ведь каждый знает, что для того, чтобы стать целым, волшебному плащу просто необходимо исполнить счет желания. Руки старичков все еще гладили холодный снег. Когда пальцы их вдруг ощутили тепло и даже легкое движение, а потом раздался звонкий радостный смех, и на старичков посмотрела красивая детская личика. «Здравствуйте, дедушка и бабушка, я ваша внучка», сказала маленькая девочка. Была она совсем настоящая. Белые волосы были такие длинные, пышные, что девочка легко куталась в них, будто в плащ. От счастья и изумления дедушка с бабушкой в снег сели. Но тут же спохватились. «Дед, внученька раздетая, босая на снегу, быстро неси ее в дом, как бы не застудить ребеночка». Дедушка сорвал с себя тулуп, укутал в него внучку и понес в дом, а за ним охо и причитая семенила бабушка. «Не волнуйтесь, дедушка и бабушка», высунула головку девочка. «Не холодно мне снег и лед, не могу я ни замерзнуть, ни простудиться». «Ой, не говори на морозе, горлышко застудишь, вот сейчас отпоим тебя горячим чайком, с медом, с малинкой». Внесли в дом. Понес было дедушка девочку к печке греться. Она стала кричать и из рук биться. «Ой, не надо, родненький, меня к жару приближать. Я же снежная, погубит меня тепло, мне прохлада мила». Остановился старик, задумался. «А ведь права она бабка, как бы нам не навредить ей по глупости-то своей. И снега она снегуркам». «Не снегурка, а снегурочка», поправила бабушка. «Лапочка наша, а если тепло ей во вред, то ради детяти и померзнуть нам дуракам можно». «Ну что вы, добрые мои, сказала снегурочка, топите печку и гоняйте свои чаи. Косточки свои старенькие грейте, только мне горячего не давайте. И держаться я буду от печки подальше, вон в том прохладном уголочке. А за имечко такое красивое спасибо вам большое». Вот так, нежданно, негаданно, пришло в дом стариков счастье. Снегурочка радовала не только красотой и добротой, но и помощь по хозяйству. Все у нее ладилось да получалось. Что не приготовит, то так вкусно выходило, что язык проглотишь. А что не починит, так починенное лучше нового глядится. Бабушка перевернула все свои сундуки и сшила снегурочки десяток нарядов. Один краш другого, и княжне не стыдно одеть. А деда стачал сапожки, сафьяновые и туфельки легкие, чтобы на улице и в горнице девочке можно было щегольнуть. Как и положено в хорошей семье, одаривали они друг друга любовью и лаской. Радуясь чужой радости и печалью с чужой боли. Ребятня соседская приняла в свой круг новую подружку радостно. И скоро снегурочка верховодила всеми играми и забавами, удивляя своих новых друзей выдумкой и доброй шуткой. Никого не обделяла вниманием. Появлялась, когда была нужна, и уходила вовремя, чтобы не надоесть. Радовались старики и боялись. А вдруг не убережется снегурочка? Коснется огня или днет, дай бог, жара, да и весна на носу. А за ним лето с жарким солнышком. Как уберечь свою внученьку от всех этих напастей? Ай, ведет большая радость за собой большую печаль. От этих мыслей и терзаний слегли стрики, захворали. Еле-еле снегурочка лаской да заботой исцелила их. На ноги поставила. Милые мои, бабушка и дедушка, не волнуйтесь за меня. Я девочка непростая. Знаю и умею такое, что и меня, и вас от многих напасти убережет. И в самом деле пришла весна. Наступило жаркое лето, а снегурочке ничего. Вот только долго на солнышке быть не может. Все норовит в тенек отойти. Зато веселости и задору вовсе не убавилось. Целый день слышен ее веселый смех. Стали дедушка с бабушкой замечать и странное. Какая бы на улице ни стояла жара и духота, А в домике у них всегда прохладно и свежо, Будто у лесного озера. Если их внучка на что-нибудь подует, Так это самое вмиг холодным станет. Да так, что инием покроется. Все мясное и молочное в доме не портится и не прокисает. Выгода. А однажды снегурочка набрала ягод душистых, Взбила молочные сливки, Подула на смесь в мисочки И поднесла дедушке с бабушкой. Попробуйте, родненькие, Угощение диковинного В летний зной очень приятное. Попробовали старички И изумились вкусности и приятности. Вот сколько лет прожили, А такой вкусноты не едали. Как же, внученька, называется это чудо? Засмеялась снегурочка. Ну уж, коли оно из мороза сделано, Так и зваться ему мороженое. Только есть его надо по чуть-чуть, А не то горло застудить недолго. Стали с тех пор старички с внучкой Мороженым этим лакомиться И соседей угощать. Слава о новом лакомстве И о необычайном вкусе Быстро разлетелось. Сначала по округе, А потом по всей стране. Очередь за мороженым выстроилась, Деньги потекли. Пришлось завод построить И работников нанять. А все равно минут свободной не оставалось. Все были в делах, заботах, Как бы мороженого сделать побольше, Да повкуснее. Распробовали мороженое И при королевском дворе. Благо, королевский дворец И не шибко далеко стоял. Понравилось. Заказали ежедневно По ведру каждого сорту. К обеду и к ужину. На диковинное мороженое И соседние короли Повадились в гости ездить. Да не одни, А со всеми своими капризными домочадцами. Объедались, Добавки требовали. А не то, дескать, войну объявим. Король, понятно, Сразу добавкой к снегурочке посылает. Ведь всякий король знает, Что война интересна только, Когда ты ее сам кому-нибудь объявляешь. И совсем отвратительно, Когда ее объявляют тебе. Эти гости уехали, Так и другие приехали. Мороженого стал не хватать. Пробовали заменять пряниками. Не то. Король задумался, Засморкался. Когда во дворце все уснули, Король со свечкой в руке Спустился в свой самый глубокий подвал. В подземелье стоял большой, Обитый железом сундук. На крышке лежала потрепанная книга. А на ней, как на коврике, Сидел маленький старичок В огромных очках с толстыми стеклами. На королевском языке Сундук этот назывался казной. В нем хранились все королевские деньги. А старичок назывался казначеем. Он считал эти деньги. И никому, кроме короля, их не давал. Все, что он принимал в казну, И все, что из него выдавал, Старичок аккуратно записывал В потрепанную книгу. Книга же на королевском языке Называлась баланс. Король подошел к козде И вздохнул. Старичок казначей глянул на короля И тоже вздохнул. Много там? Без особой надежды спросил король. Казначей вместо ответа Пожал плечиками И сделался совсем-совсем маленьким, Что означало, что там даже меньше, Чем немного. Король поморщился И повел рукой. Казначей закряхтел, Слез на пол, Стянул за собой книгу И открыл сундук. Король посветил внутрь. Наклонился. Наклонился ниже. Потом полностью в сундук залез. Свеча светила облачко пыли. Раздались сопения и вздохи. Потом надолб все затихло. Вот снова вздох, Громкий чих, И король выбрался наружу. На поднесенной к свече ладони Лежали три мелких монетки. Мы остались без мороженого, И на нас скоро нападут соседи, Горестно сказал король, Глядя на мелкие грошики. Ваше величество позволит дать совет? Проскрепел казначей. Говори, хуже не будет. Ваше королевство Обладает секретом волшебного кушанья. Ну так сделайте его очень много. Торгуйте им со всем светом. И все золото земли будет ваше. А на богатого до нужного Никто войной не пойдет. Заводи к Снегурочке, Возразил король. Работает день и ночь. И все это все съедается. А построить большой завод На эти вот три грошка, Король показал монетки, Невозможно. У вашего величества Есть большой пустой дворец, Продолжал вкратчиво казначей. Целая армия бездельных слуг. И, наконец, королевская власть. Сложите все вместе. Рявкните, рявкните на балбесов. И скоро вам не хватит никаких подвалов Для размещения вашей казны. Задумался король. Сначала тихо сидел. Потом ходить стал. Хмыкать. И руками взмахивать. Но ведь главное, Главное волшебство в снегурочке, Обратился король казначаю. А вдруг она как заортачится. Старичок казначей заулыбился, Заощарился. Как я слышал, Эта девочка очень любит Своих дедушку и бабушку. Так что, ежели она не хочет, Чтобы их сгноили в тюрьме, То будет исполнять все ваши повеления. И еще спасибо говорить. Король довольно хихикнул. Экая ты, братец, однако, Сволочь. Хвалю. И от избытка чувств Почти решился чмокнуть казначей в лысину. Но в последний момент побрезговал. И только слегка хлопнул старикашку по плечу, Подняв бурую тучку пыли. Весело посвистывая, Король направился к выходу. — Ваше величие! — окликнул старичок. — Три игрушек, и вам все равно не деньги. Так может, назад их, в казну? Король кивнул и швырнул монетки в сторону казначею. Когда дверь за королем закрылась, Казначей нашарил на полу деньги И аккуратно вернул их в сундук. А в потрепанную книгу вписал, Что в такое-то время королем было взято из казны три грошика. И в такое-то время королем было положено в казну три грошика. После чего потрепанная книга была выдружена на сундук. А старичок уселся на нее, как на коврик, И прикрыл белесые глазки. Рано утром следующего дня Уютный домик дедушки и бабушки задрожал от звука медных труб. Королевские герольды объявили, Что наш милостивый король Желает видеть в своем дворце тех, Кто делает волшебную еду под названием мороженое. Снегурочка быстро оделась, Причесалась и отправилась за герольдами. Дедушка и бабушка собрались было и тесни, Но толстый королевский стражник Приказал им оставаться дома, А сам встал на крыльце с обнаженной саблей в руке. Снегурочка шла и оглядывалась, И очень волновалась. Под труп дырёв процессия вошла в тронный зал. Сам милостивыйший сидел на позолоченном троне, В королевской манте и короной на голове. После всех церемонных поклонов, Король поманил к себе снегурочку. Подойди ко мне, девочка, не бойся. Какая ты, однако, маленькая. Не знаешь, с чего начать? Король разглядывал юную собеседницу, Выбирая между кнутом и пряником. Наконец широко и добро улыбнулся, Решив начать с пряника. Милое дитя! Король протянул руки и почти встал с трона, Но тут же вспомнил, что трон под ним сильно протёрся до большой дыры, И её вид непременно испортил бы торжественность момента. Конфуза король не допустил. «Оглянись вокруг!» Пафосно воскликнул он. И когда снегурочка оглянулась, Король шустро встал И небрежным движением бросил манчу на трон, Прикрыв ей позорный изъян. «Память и слава предков Глядят на тебя с этих древних стен!» Действительно, с требующих ремонтных стен На снегурочку смотрели косматые лица прошлых королей. Похоже, скорее на разбойников, чем на правителей. «Некогда славное и могучее наше королевство Из-за козней иностранных врагов Пребывает ныне в бесславии и упадке!» Забывал король в приступах ораторского вдохновения. Хотя конкретно объяснить, В чём именно заключались эти самые козни, Приведшие его, правителя, К пьянству, безделью и транжирству, Он вряд ли бы смог. «В тяжкий для отечества час Его верные сыны!» Король подошёл к снегурочке. «И верные дочери!» Король заложил руки на её хрупкие плечики. «Должны сплотиться вокруг своего короля И отдать всех себя И даже своей жизни Для спасения родины и своего государя!» Он хотел ещё добавить Чего-нибудь такого яркого и патетического. Но ораторское вдохновение вдруг подло его покинуло! Снегурочка смотрела большими синими глазами На этого плохо выглядевшего И плохо пахнущего дядю в позолоченной короне И не могла уловить смысла его вычурной речи. А уж когда дядя взял её за плечи И стал беззвучно разевать рот То совсем смешалась. Она чувствовала, что над ней, над её дедушкой и бабушкой И нависла беда, беда страшная. «Но что это за беда?» Снегурочка понять пока не могла. А король всё разевал рот И всё не мог придумать ни слова. И ведь вот что обидно Раньше-то перед придворными или перед народом Ну того, что сгоняли для демонстрации предности Он мог нести часами пафосную чушь без малейшей заминки. Видел преданные лица подхалимов, слышал восторженный шепт Шептались так, чтобы он мог слышать, что, дескать, и раньше король говорил замечательно Ну чтоб так, но в первый раз И всё экспронтом, и всё без бумажки Ещё бы он и читать-то не умел А теперь перед этой соплячкой Хвалённый поток красноречия иссяк Вместе с хорошим настроением Король закрыл рот и нахмурился Театрально перекинул манчо через плечо Дырка на троне предстала во всём своём безобразии Король позеленел от досады и злобы «Как ты делаешь мороженое?» Сипло спросил и больно стиснул плечо девочки «И сливок, ягод и сахар, тихо ответила Снегурочка» От злости маленькие глазки короля стали острые, как иголки «Ты дурочкой, ты не прикидывайся» «Откуда этот вкус? Никто не может добиться такого» «Ты колдуешь» «Я просто умею охлаждать» «Потому что я сделана из холода и снега» «А кто тебя сделал из холода и снега?» «Мои дедушка и бабушка» «Обычные дедушка и бабушка» Передразнил король «Без всякого волшебства лепят живую девочку из обычного снега» «Ты из меня дурачка-то не делай» Король встал в увлечительную позу «Подвороток вверх!» Длань на обвиняемых «Твои так называемые дед и бабка» «Занимаются волшебством без лицензии» «А безлицензионное волшебство называется колдовством» «И строго карается в моем королевстве» Король лгал «Да, действительно, многие поколения королей пытались подчинить себе местных волшебников И обязать их получать, а значит и оплачивать разрешение На королевском языке это называлось лицензия На волшебство Но волшебники только смеялись А когда дедушка нынешнего короля попытался хитростью пленить одного волшебника Кстати, того самого, что пролетал зимой над городом Так тот из хулиганских побуждений Сделал так, что у бедного дедушки короля вырос толстый, как бревно, красиный хвост Такой противной длины, что не было никакой возможности спрятать этот хвост в штаны Неровно сидеть тебе на троне, не спать на спине Так и пришлось дедушке королю весь остаток жизни провести в затворничестве А если кому и показываться, так только в окошко, по пояс Ну а откуда было маленькой девочке Знать про эти все тонкости и каверзы Да и просто представить себе, что король Первое лицо государства Может так нагло врать На это, собственно, и был расчет короля И расчет оказался верным Большие глаза Снегурочки Наполнились слезами Она упала на колени и взмолилась Ваше величество, милостивейший король Пощадите моих бедных дедушку и бабушку Они ни в чем не виноваты Это произошло помимо их воли Король довольно посмотрел на заплаканную детскую мордашку И решил временно сменить кнут на пряник Изобразив, насколько смог, печальную доброту Стал ходить перед девочкой мелкими шажками Да, я добрый, милостив И сердце мое не из камня Но жестокосердечные люди Пользуются моей добротой В собственных корыстных интересах Король с удовольствием ощутил Новый прилив красноречия В небле своему чуткому сердцу Я прощаю провинившихся И раздаю добро нуждающимся Он сделал паузу И искусо взглянул на Снегурочку Убедился, что синие глаза вспыхнули надеждой И уверенно продолжал Но что я получаю за свою доброту и щедрость? Ничего Моя доброта разорила мое королевство Посмотри, как обветшал мой дворец Даже на троне Символи королевской власти Вот это омерзительная дыра И он оказал на то, что несколько минут назад Пытался спрятать от сторонних глаз А теперь уверенно использовал Как наглядное подтверждение Собственных добродетелей В восторге от собственной находчивости Король картинно встал в позу И привычно пафосно занудил Некогда славное Могучее наше королевство Из-за неразумной моей доброты Пребывает ныне в бесславе и упадке И осекся Увидев изумленный взгляд снегурочки Государь Но вы же сами полчаса назад говорили Что наше королевство Пребывает в бесславе и упадке Из-за козни иностранных врагов А теперь говорите, что из-за доброты От такой дерзости Король снова стал пучить глаза И по рыбе открывать рот Как всякие постоянно врущие Он часто забывал, что только что говорил И в порыве вдохновения Начинал нести совершенно обратное Понятно, что придворный и согнанный народ Ни при каких обстоятельствах Несуразности заметить не решились бы Но эта невоспитанная девчонка Посмела ткнуть его носом В собственное вранье? Куда катится этот мир? Король в сердцах проклял свою мягкотелость И решил использовать исключительно кнут Он злобно взглянул на бледную девочку И буквально по-змеиному зашипел Короче, маленькая ведьма Ты будешь делать мне по 200 бочек мороженого ежедневно Для продажи в другие страны А если вздумаешь артачиться То я прикажу своим палачам пытать Твоих стариков каленым железом И они будут умирать долго и мучительно Тебя заставлю любоваться их муками Ты поняла? Снегурочка хоть и была очень маленькой и неопытной Но сразу ясно поняла Что с этим существом в короне Бесполезно говорить о справедливости и честности Что верить ему ни в чем нельзя Кроме разве что обещаний творить зло А для спасения себя и своих близких Не обойтись без хитрости и обмана Но для начала надо было все хорошенько обдумать А на это нужно время Государь, даже если я сделаю 200 бочек мороженого То летом по жаре до других стран их не довезти Все растает в дороге Король опешил Такой стройный, хитровный план Быстрого обогащения Грозил рассыпаться в прах И ведь негодяйка права И от правоты ее никуда не денешься Это особенно усугубляло чувство досады Король забегал из угла в угол И сжимал голову руками Как бы пытаясь выдавить из нее умную мысль Умная мысль не шла Зато злая выскочила легко А почему я должен обо всем думать? Пусть эта ведьма все и придумает сама А не придумает, замучает до смерти Он резко остановился и вслух сказал А мне плевать, как ты это сделаешь Колдуй, ворожи, изобретай Но чтоб 200 бочек мороженого Ежедневно должны быть доставлены в соседние страны А если нет, твои вонючие стрекашки Будут вместе с тобой И сжарены на костре Вот Снегурочке как-то вдруг стало понятно Что перед нею очень жадный человек Главное в нем жадность А злодейство это только инструмент Для удовлетворения этой жадности С пониманием пришло и спокойствие Вид жареных людей Несомненно доставит вашему величеству Неслыханное удовольствие Часает их на три Но не добавит вам в казну Ни единого грошика И похоронит всякую надежду На золотые горы От заморской торговли Может все же лучше собрать Толковых мастеров И попробовать решить проблему Сохранения и доставки мороженого И действительно Злоба покорно уступила Место жадности Король вновь обрел цель и мечту Как будто не было вовсе Злобного шипения и угроз Деловито черебя бороду Он стал дотошно расспрашивать Снегурочку Какие мастера По ее мнению Лучше всего пригодятся в этом деле И что кроме мастеров еще нужно Снегурочка оседлала волну Я всего лишь маленькая девочка А дело затеянное вашим величеством Грандиозно Надо первонаперво составить детальный план В котором будут учтены И просчитаны все нюансы Какие слова знает паршивка И возможные трудности План должен составляться Людьми учеными И многоопытными А не соплячками И необразованными ведьмами Ведь производство, хранение, доставка Только маленькая часть грандиозного дела Надо посчитать наиболее выгодное Ценообразование Способы сроки оплаты Вывоз золота Учет Охрана И наконец хранение В наиболее выгодном виде Это будут монеты или слитки Король взглотнул С неподъемными бочонками Не, бочонки круглые Плотно не уложишь А с неподъемными сундуками золота А где столько сундуков взять? Надо заранее сделать Штук это к тысячу Или лучше две И непременно на них Замки хитрые Чтоб не крали Замки все разные И чтоб ключи только у него И карманы всем зашить За щеку гады могут спрятать Чтоб каждый час рты проверять А если кто проглотит? Запасы касторки нужны Ну или на крайний случай хирург Мысли роились в королевской голове Как мухи над навозной кучей Через какой-то час Из дворца во все стороны Разбегались скороходы Созывать всех золотарей Врачевателей Столяров Кузнецов Возниц Стражников Щитоводов И еще бог весь кого Составлять план Грандиозного Королевского Предприятия Дворец Наполнился Шумом Бегодней И бестолковой Суетой Под шумок Упорхнула из дворца И с ним Урочка Пока бежала до дома Все думала Как лучше Обмануть стражника Что поставлен Был у дома Но обмануть не пришлось Пузан Семенил во дворец Позванный Скороходом А чуть поодаль Спешили бабушка И дедушка Снегурочка Их перехватила Нам надо Срочно бежать Я не знаю Сколько у нас времени Может день А может час Если не успеем Скрыться Все погибнем Лютой смертью Бабушка Начала было Охоть Причитать А дедушка Приказал им Обеим Бежать в дом И собрать Самое необходимое В узлы И ждать Его у крыльца Сам же Захватив из дома Все скопленные Ранее деньги Побежал к знакомому Барышнику Купить лошадей И бричку Через малое время Они уже ехали Поели Приметной дороги И Снегурочка Подробно Рассказывала О всех своих Злоключениях Когда же Внучка Умолкла Старики Долго И тягостно Молчали Первым Заговорил Деда Кроме Как В Межозерье Нам деваться Некуда Королевские Псы Всюду Сыщут Да и Соседние Королевства Нам укрытия Не дадут Король Как водится Объявит Нас Отъявленными Ворами И злодеями Он Тяжело Вздохнул И при первой Возможности Повернул В сторону Гор Синеющих У самого Края Неба Бабушка Тихо Плакала В Межозерьях Было место В горах Где обитали Волшебники Множество Слухов И легенд Ходило Об этом Месте Большую Часть Страшных Одни Говорили Что В глубине Трех Больших Озер Межозерья Копошатся Жуткие Чудища С мерзкими Щупальцами И сжалами Другие Говорили Что Прекрасные Сирены Но Все-таки Тоже С мерзким Характером И манерами По Одним Слухам Выходило Что Людей В Межозерья Совсем Нет Так Что Волшебники От скуки И забавы Ради Научили Местное Зверье Человеческой А по Другим Слухам Тамошние Заповедные Леса Просто Кишели Людоедами И Соловьями Разбойниками Из Чего Собственно Выходило Что Людоедам Было Что Есть А Разбойнику Кого Грабить Впрочем Все Эти Противоречия И Нестыковки Совсем Не мешали Пугать Межозерем Детей И Легковерных Женщин Однако Ходил Между Людьми И Другой Очень Робкий Слух Что Все Страшилки О Межозере Придуманы И Разнесены Самими Волшебниками Дабы Отводить Любопытных И Недобрых Людей От Своего Жилища И Что На самом Деле Место Это Прекрасно И Уютно И Что Волшебники Иногда Дают У себя Приют Хорошим Но Гонимым Людям Вот На этот Самый Слух И Понадеялся Дедушка Направляя Лошадей В сторону Гор Если Внутреннее Устройство Межозере Было Тайной То Наружные Подступы К Жилища Волшебников Были Известны Каждому Жителю Королевства С детства Ибо На этих Подступах Каждое Полнолуние Устраивались Ярмарки И Ярмарки Особенные Волшебники Будучи Существами Летучими Во входах И выходах Своем Межозере Не нуждались Тем не менее Два Сухопутных Входа В кольцо Непроходимых Гор Существовало Запад Западные Ворота Представляли Собой Широкий Туннель В горе В середине Туннеля Была Большая Полость С гигантским Волуном Внутри Размер Волуна Был Больше Диаметра Туннеля Силой Волшебства Волон Мог Подниматься И Опускаться Тем Самым Открывая И Закрывая Проход Сдвинуть Волун Снаружи В какую-либо Сторон Не давала Сама Гора Восточные Ворота Представляли Собой Узкое Ущелье С извилистой Дорогой Внутри Вдоль Дороги Вился Ручей Из горы Вытекающий И в ту же Гору Впадающий Ручей Был Огненный Жар От огня Накалял Камни Ущелья Превращая Восточный Вход В гигантскую Печь Горячий Воздух Поднимался Волнистыми Слоями Вверх И вместе С горами Создавал Тепловую Защиту Межозерия От холодных Северо-восточных Ветров Перед Обеими Воротами С наружной Стороны Были Вымощены Плоским Камнем Широкие Площади Не на Одну Тысячу Человек А уж От этих Площадей Как от Западной Так От Привыми Нитями Колонны Гномов Изначально Задумывалось Что через Западный Проход Пойдут Гномы В зеленых Курточках И колпачках А через Восточный В желтых Но со Временем Растяпы Гномы Все Перепутали И колонны Стали выглядеть Одинаково Пестра Иногда Даже цвет Колпачка И Курточки Были Разными Но Это Совершенно Не Портило Зрелище По Краям Площадей Стояли Тысячи Людей Пришедших Сюда За Несколько Дней И Радостными Криками Встречали Процессию Смешно Маршируя Колонна Вливалась На Середину Площади И Разбивалась На Небольшие Гробки Но Мы Очень Быстро И Ловко Возводили Из Принесенных Собой Мелких Частей Большие Красивые Карусели И Качели Ставили Шатры И Прилавки Появлялись Непонятно Откуда Корзины С явствами Бочки С вином И пивом А Также Невиданной Красоты Ткани И Диковинные Вещи Но Вот Смолкает Труба И Из Карусели Начинает Играть Задорная Музыка Невидимых Музыкантов Это И Есть Сигнал Начала Ярмарки Вся Ребятня Сразу Бросается К Каруселям И Качелям И Кажется Все Вот Он Коллапс Сейчас Будет Давка Разбитые Носы Рев И Сопли А Вот Ничего Подобного Гномы Ловко Хватают Малышню Разделяют На Маленькие Групки Рассаживают По Каруселям И Качелям И Диковина А Этого Гномов Всегда В Избытке Только Вот Гномы Денег Не Признают За Все Своё Прекрасное Добро Просят Только Мед И Пчелиный Воск Просят Умеренно За Горшечек Меда Можно Принцем Одеться Смешно Смешно Видеть Что Гномы У Людей Покупают Невозможно Предугадать Что Их Привлечет Да Люди Уже Давно И Не Пытаются Угадывать А Волокут Все Что Под Ругу Попадется То Гномов Заинтересуют Остриженные Ногти И Волосы Ну Это Еще Понятно Для Колдовства То Начнут Спрашивать Про Прошлогодний Снег И Выпавшие Зубы Гномом Товар Оплатят Чистым Золотом Не Торгуясь Ясно Что Простой Народ Валил На Эти Ярмарки Как Оглашенный За Много Дней Занимая Места На Торговых Площадях Король Хотел Было Легких Денег Срубить С Эти Торжищ Да Ничего У него Не Вышло Заколдованы Были Эти Места Стоило Какому Нибудь Стражнику Ярмарки Подойти Как Его Ноги Наливались Страшной Тяжестью И Становился Он Вроде Как Пень Колода Все Обидные Слова Слышат Все Щелчки Пол Бо И По Носу Чувствует А Сделать Ничего Не Может Понятно Что Небродства Ни Обмана На Тех Ярмарках Никто Не Знал И Не Боялся Была У Этих Ярмарок И Еще Одна Фишка Не Всякий Раз Но Иногда Приходили С Гномами Из Межозерия Молодые Парни И Девушки Сыскать Себе Среди Людей Пару Для Супружества И С Ледской Страны Приходили Парни И Девицы Готовы Рискнуть Пойти Жить В Страну Волшебников Не Всегда Но Иногда Пары Складывались Полноч Вновь Звучали Серебряные Трубы Ярмарка Закрывалась Гномы Быстро Разбирали Шатры Прилавки Карусели И Качели И Под приветственные Крики Довольных Людей Построившись В колонну Уходили В проход За ними Шли Сложившиеся Пары Не Нашедшиеся Пару Женихи И Невесты И Те Кто Захотел Найти Приют Убежища Межозерия За Последним Путником Опускался Волун На Западе Испыхивал Огонь На Востоке А Час Спустя Оживали Окаменевшие Негодяи Напрочь Забыв Что Собственно Они Видели И Так С Различными Вариациями Повторялась Каждая Полнолуние Казалось Бы Эти Ярмарки Должны Только Радовать Людей Но К Складкому Вкусу Выгоды И Бесплатных Угощений Примешивалась Горочь Сомнений И Тревоги Ну Во-первых Любому Разумному Человеку Известно Что Бесплатные Сыры Бывают Только В Мышеловке С чего Это Гномы Так Расщедрились Нет Ли Здесь Какого Подвоха Второе Ни Гномы Ни Приходившие С ними Молодые Люди Никогда Ничего Не Рассказывали О Межозере А На Прямые Вопросы Людей Только Загадочно Улыбались Некоторые Считали Что Улыбались Хитро И Наконец Третье Пожалуй Самое Главное Никто Из ушедших Межозерия Никогда Больше Назад Не Возвращался Это Все Порождало Тревогу А Тревога Вкупе С Неизвестностью Плодили Страшные Домыслы И Жуткие Слухи Масло В огонь Подливали Недопущенные На ярмарке Королевские Мздоимцы И Получалось Так Что Люди Очень Хотели На ярмарку И В то же Время Очень Боялись Привычной Картиной Стало Видеть Как Какая Нибудь Повозка То Едет На ярмарку То Поворачивает Спять То Снова Разворачивается В сторону Ярмарки И Так По Многу Раз И Все Это Под плач Крики Других Возниц Не Могущих Проехать Из-за Этого Затора Вот На Одну Такую Забитую Мечущимися Возами Дорожку Что Вела К Восточной Ярмарке И Въехала Бричка Наших Беглецов Въехала И Встала Ни Взад Ни Вперед Тронуться Не Может Кругом Крик И Бестолковость Поначалу Спокойно Ждали Благо Удалось По пути Купить Коням Овса И Себе Пропитание Но Когда Прошли Сутки А Сдвинуться Удалось Лишь Шагов Наста Стало Понятно Что До Полнолуния То есть Через День На Ярмарку Не Поспеть Дедушка Дедушка Оставил Женщин В бричке А сам Пошел Вдоль Повозок Скоро Он Вернулся С Бродатым Мужиком Несущим Потертое Верховое Седло На Седло Дедушка Променял Бричку Вместе С Довольным Мужиком Оседлали Одного Коня Едеть Верхом Дед Умел Впереди Себя Дедушку Садил Бабушку А Сзади Держась За его Спину Пристроилась Внучка Повоз Второй Сменной Лошади Привязали К луке Седла Старички Были Сухими И легкими Снегурочка Вообще Пушинка Так что Втроем Они вряд ли Были тяжелее Обычного Кавалериста Двигаясь С малыми Остановками Да еще О двух Конь Можно пройти Очень далеко Появилась Надежда Успеть Дорога Однако Оказалась Такой Узкой И так Плотно Забитой Что То редко Когда удавалось Перейти на рысь И практически Никогда На голуб Время Безжалостно Истекало А горы Казалось Нисколько Не приближались А ведь Надо было Еще и Лошадей Не загнать Переседлать Напоить Накормить Дать Хоть Малой На отдых Когда На небе Взошла Полная Луна У путников Защемило В груди Ровно Сутки Им давалось Судьбой На спасение Только К полудню Следующего Дня Горы Заметно Приблизились Дорога Стала Пустеть Можно Было Скакать Быстрее Нам Трудно Сейчас Представить Что Такое Долгая Верховая Езда Всадник И пассажиры Должны Постоянно Пружинить Ногами Подбрасывать Своё тело В так Ходу Лошади В противном Случа Их Седалища Очень быстро Превратятся В сплошные Синяки А лошадь Сотрёс Спину До мяса За ходу Солнца Были Измучены Все И всадники И лошади Спрошенные Встречные Отвечали Что До ярмарки Ещё Часа Два Конского Ходу Будет Ну Если Поднажать То К шапочным Разбор Можно И успеть Поднажали С ужасом Прислушиваясь К хриплому Дыханию Обессиленной Лошади Но уже Через час Пришлось Остановиться Сменить Лошадей Дать им Хоть самую Малую Передышку На заветную Уже Пустую Площадь Наши Беглецы Въехали На еле Плетущейся Лошади В бледном Лунном Свете Мрачно Чернел Вход В ущелье Из которого Уже Очень Тихо Слышались Звуки Серебряных Труп Дедушка Было Направил Лошадку В ущелье Но у Самого Входа Та Заржала Забилась Стала Пятиться Несмотря На все Понукания Путники Спешились Отпустили Лошадь И со Всех Ног Бросились По Извилистой Дорожке За Удаляющимся Звуком Труп Старческих Сил Хватило На пять Сотен Шагов После чего Бабушка С дедушкой Оперевшись Друг на друга Сначала С бега Перешли На шаг А потом И вовсе Поплились Черепашьими Шажками Задыхаясь Она одна Спаслась Оставив Оставив На дороге Вернулась Короля Услышали Колеблющимся над ними камни, и эти камни через какое-то время сами начинают чуть заметно багроветь. Волны жара все усиливались, и уже задымилась одежда и волосы. Гул огня нарастал. Дедушка и бабушка, не сговариваясь, стали срывать себе одежды и кутать в них снегурочку. «Беги, внучка, хоть ты будешь жива!» – кричали они, обжигая гортани. И тут снегурочка набрала побольше воздуху и стала дуть на своих старичков. Жар отступил, и лица, и тела окутала прохлада. Снегурочка подтолкнула, и они все вместе побежали вперед. Жар отодвинулся всего на ладошку, и когда снегурочка делала вдох, вновь наступал и больно обжигал лица. Старики бежали, а снежная девочка чувствовала, как гибнет, как тает ее кожа и плавятся косточки. Ущелье кончилось, старики выскочили из пекла и обессиленные рухнули на мокрые отрасы траву. Оглянулись назад, ища глазами внучку, но никого не увидели. Увидели лишь маленькое облачко, на короткий миг повисшее над ними, и тут же унесенное вихрем горячего ветра. Страшное горе оглушило несчастных стариков. В глазах потемнело, тела стали чужими, и липкое небытие затопило сознание. И хотя время для них остановилось, это еще не было их смертным часом. За очень долгие годы совместной жизни дедушка и бабушка превратились в единый организм. Одновременно засыпали и одновременно просыпались, теряли сознание и приходили в себя тоже одновременно. Вот и сейчас они вместе открыли глаза и вместе изумились. Перед их глазами уходила ввысь и обрывалась вниз отвесная скала. А они полулежа парили в воздухе перед этой скалой. Полулежали дедушка и бабушка на чем-то очень мягком и воздушном, как лебяжий пух. — Мы уже умерли? — тихо спросила деда бабушка. — Не знаю, — робко ответил он. — Нет-нет, — раздался низкий приятный голос. — Вы живы и здоровы. Просто вы у меня в гостях, а я живу не совсем так, как все. Старички повернули головы на голос и увидели того самого волшебника, с полета которого все началось. Он был высок, с длинными седыми волосами и очень длинной седой бородой. Как и они, волшебник сидел полуразвалясь на таком же облаке пуха, паря над бездной. Дав гостям себя хорошенько рассмотреть, хозяин продолжил. — Вы добрые, хорошие люди и пришли в нашу страну искать убежище. Вы его получите, а также вы получите честную, достойную жизнь. Есть ли у вас какие-либо пожелания или вопросы? Старики заплакали и сквозь слезы сказали. — Спасибо тебе, добрый человек, но нам ничего теперь не надо. Мы не хотим больше жить. Позволь нам тихо умереть где-нибудь в укромном месте, наедине с нашим горем, так чтобы наша смерть не доставила никому никаких хлопот и никакой досады. — Я знаю о вашем горе, — мягко сказал волшебник. — И, возможно, смогу вернуть вам желание жить дальше. Видя, что старики готов возражать, волшебник жестом их остановил. — Я могу сделать вам внучку красивее и лучше прежней, сделать из цветка, из росинки, ну, собственно говоря, из чего угодно, и ваша жизнь снова наполнится смыслом и радостью. — Нам не нужна другая, нам нужна наша! — в один голос воскликнули старички. Волшебник улыбнулся и сказал. — И это возможно, только вам придется ждать до зимы. — Да хоть до второго пришествия! — ответили дедушка с бабушкой. Волшебник засопел, вытащил откуда-то большие серебряные ножницы и вырезал из самой середины своего плаща большой круглый лоскут. Когда пойдет первый снег, слепите себе снеговичка и накройте его этим лоскутом. Ваша снегурочка, да-да, та самая, вернется к вам. Дедушка и бабушка протянули руки, и их облачко подлетела к облачку волшебника. Как самую большую драгоценность взяли не этот лоскуток. Глаза их загорелись жизнью. — Не забудьте пожелать, чтобы именно та девочка, — напомнил волшебник. — А теперь поглядите вниз и выберите место для своего дома. Мои гномы построят его по вашему желанию, любого размера и любого содержания. Как в тумане от нахлынувшей надежды на счастье, старики указали на край какого-то поселка и пожелали свой старый привычный им домик. Волшебник кивнул, и облачко с дедушкой и бабушкой медленно двинулось вниз. Облачко опускалось, а на выбранном участке уже копошились гномы с разными инструментами и строительными материалами. Из вырытой ямы плавно появлялся остов будущего дома. Когда облачко коснулось земли, дом уже был готов. Точности, как и их прежний, даже так же пах пирожками. Гномы поклонились и исчезли, а дедушка с бабушкой вошли в свой домик, где было все по-прежнему и на своих местах. Как же они ждали зимы! Считали каждый денек! И только чтоб совсем не отчаяться от ожидания, собирали ягоды и грибы, в надежде, что это все понадобится для угощения любимой внучки. И вот облетели деревья, подул холодный ветер и закружились первые снежинки. Задыхаясь от нетерпения, дедушка и бабушка сгребали тонкий слой первого снега и лепили, лепили, пока не появился маленький снеговичок. Бабушка трясущимися руками достала заветный лоскуток волшебного плаща, положила на снеговичка и дрожащим голосом произнесла «Вернись к нам, снегурочка!» Лоскуток дрогнул и плавно поплыл вверх, к волшебнику, на свое исходное место. А из-под него вышла снегурочка, такая родная, такая своя, бросилась к дедушке с бабушкой. Родненькие мои, любимые, как я по вам соскучилась!